Поговорим о дивидендах. Уже недалеко то время, когда технология Skyway выйдет на мировой транспортный рынок, начнется эксплуатация транспортных трасс и инфраструктуры, будут осуществляться услуги по перевозке людей и грузов, по использованию трасс для инфраструктурных целей. Поэтому все чаще мы слышим вопросы от дольщиков, акционеров компаний, инвестирующих в сертификацию технологии, о том, какую прибыль будет получать холдинг Skyway, владелец технологии, за счет чего эта сумма накапливается и какова будет сумма дивидендов. Называть сейчас какие-то конкретные цифры – это значит заниматься гаданием на кофейной гуще, хотя бы потому, что для того, чтобы говорить о прибыли, необходимо сложить все приходящие средства и вычесть из полученной суммы доходов компании все издержки, сделанные для получения доходов, для хозяйственной деятельности. Ведь прибыль – это разница между суммарным доходом и общими расходами компании. Согласно бизнес-плану проекта строительства «Экотехнопарка» и сертификации технологии по этапам развития группы компаний Skyway, затраты на каждом этапе определены. Например, на текущем 13 этапе затраты составят 25 миллионов долларов США. Холдинг реализует проект и очень активно развивается, выполняет много работ, используя средств значительно меньше, чем было запланировано на выполнение тех же задач, но прибыли пока не приносит. Вероятно, что новая транспортная технология Skyway станет очень прибыльной, и эта прибыль будет увеличиваться с каждым последующим адресным проектом. Но называть конкретные цифры еще рано. Доходы транспорта чаще всего складываются средств, полученных от сборов по оплате за проезд, размещение рекламы на подвижном составе, оказание коммерческих перевозочных услуг другими организациями, использование путевой структуры и опор для прокладки кабелей. Но Skyway — это не просто перевозчик грузов. Это новая транспортная технология, и статья доходов холдинга будет складываться из значительно большего количества услуг. Прибыль будет формироваться как общий результат деятельности компании, владеющей технологией. Она будет выявляться пообъектно, с учетом затрат на каждом строящемся адресном объекте и на каждом уже эксплуатируемом объекте. И будет являться экономическим результатом работы компании за определенный период со всех объектов за год. Собственники капитала, владельцы акций компании, ориентируясь на размер прибыли, остающиеся в распоряжении компании, принимают решения по поводу дивидендов и инвестиционной политики, проводимых компаний с учетом перспектив ее развития. В холдинге существуют компании, занимающиеся производственно-хозяйственной деятельностью, которые обеспечивают процесс реализации проекта, а при строительстве и эксплуатации трасс обеспечивающие эти процессы. Кроме того, были созданы ряд компаний, в том числе три компании, у которых хозяйственная деятельность ограничена учетом акционеров и ведением внутреннего реестра акционеров компании и выплаты дивидендов. В них ограничен персонал до нескольких человек для снижения внутренних издержек. Головной компанией холдинга является компания, владеющая технологией. Она является материнской компанией, компания-учредитель для всех компаний, и она распределяет прибыль в виде дивидендов на все дочерние компании в соответствии с принятыми условиями. В тех компаниях, которые ведут производственно-хозяйственную деятельность и имеют соответствующий состав персонала, прибыль предприятия является источником социальных благ для членов трудового коллектива. За счет прибыли, остающейся на предприятии после уплаты налогов и выплаты дивидендов, а также других первоочередных отчислений, осуществляется материальное поощрение, предоставляются социальные льготы работникам. Прибыль, из которой предприятие насчитывает и оплачивает дивиденды, образуется после следующих расчетов. Суммируются все поступившие доходы компании, которые образуют общий доход. Из дохода компании вычитаются расходы и сдержки, связанные с производственной деятельностью и все возможные хозяйственные сдержки, в том числе и налоги, кредитные проценты и прочее. Так образуется чистая прибыль компании. Именно с нее начисляются дивиденды акционерам, собственникам предприятия. В компаниях существуют мажоритарные и миноритарные акционеры. Мажоритарный акционер владеет существенной доли акций компании. Как правило, от 10% и выше. Миноритарный акционер – это совладелец, не имеющий права влиять на управление компанией из-за незначительного по объему пакета акций. В холдинге Skyway мажоритарным акционером материнской компании, владеющей технологией, является юридическое лицо компании, принадлежащее автору и владельцу технологии Skyway Анатолию Эдуардовичу Юницкому. В свою очередь, мажоритарными акционерами материнской компании являются три ее дочерних компаний, которые владеют ее привилегированными акциями. Этим гарантировано поступление дивидендов в дочерние компании от материнской компании. Для дочерних компаний сумма дивидендов является доходом компании, из которого вычитаются текущие внутренние издержки содержания компании. Так образуется прибыль этих компаний, которая полностью распределяется в виде дивидендов владельцам ее простых акций. Собственно, в этой самой точке мы подобрались к определению дивидендов. Мы знаем, что дивиденды – это часть прибыли компании, которая распределяется между акционерами пропорционально количеству акций, которыми каждый из них владеет. То есть, все довольно просто. Кредитуя проект и получая залог в виде акций компании, вы инвестируете в нее свои средства, по факту отдаете их в пользование. Ваши средства работают и позволяют компании функционировать, получать доход и рассчитывать прибыль. Поэтому с определенной периодичностью, как правило, раз в год, компания благодарит вас за инвестиции. Вы получаете дивиденды с размерно количеству акций, вам принадлежащих. В общих случаях решение о выплате дивидендов принимает общее собрание акционеров, имеющих в своем инвестиционном портфеле класс голосующих акций. Рекомендации собранию дает совет директоров или правление компании на основании проведенных расчетов и действующих правил распределения прибыли, зависящих от выпущенных видов акций. Нужно понимать, что на выплату дивидендов идет не вся прибыль, а только ее часть. В противном случае компания лишит себя возможности развиваться. В первую очередь вычитается сумма прибыли на выплату дивидендов по привилегированным акциям, и это не подлежит голосованию. А затем ведутся последующие расчеты для принятия остальных сумм распределения прибыли. Эффективный процент выплаты дивидендов находится в районе 25-50% от чистой прибыли компании. К тому же размер дивидендов от года к году может сильно отличаться. Согласно законодательству, дивиденды можно выплачивать не чаще одного раза в квартал, но не реже одного раза в год, на основе утвержденной и аудитированной бухгалтерской отчетности за соответствующий период. Некоторые компании делают это два раза в год, некоторые один раз в год. Искусство управления компанией состоит в том, чтобы найти баланс, какую часть прибыли выплачивать в виде дивидендов, а какую инвестировать в расширение производства. Если выплачивать 100% прибыли акционерам, то на развитие компании денег не останется. Это приведет к тому, что дивиденды не только не будут увеличиваться, но и могут уменьшиться в течение нескольких лет. Приведем пример. Оператор сотовой связи не видит возможности для расширения бизнеса, так как количество абонентов ограничено населением страны и выплачивает 80-100% прибыли в виде дивидендов. Это нормально. Если вы инвестируете в такого оператора связи, то, вероятно, будете получать стабильные дивиденды в течение нескольких лет. Стоимость акции, вероятно, не будет сначала сильно падать на рынке, но и расти не будет, поскольку дивиденды не будут увеличиваться. С какого-то момента застоя компании начнется резкий спад доходов и, соответственно, снижение сумм для выплаты дивидендов. Прибыль в виде дивидендов распределяется между акционерами пропорционально числу и в соответствии с видом принадлежащих им акций. Сумма дивиденда по обыкновенным акциям рассчитывается по формуле. Распределяемая прибыль минус сумма дивидендов по привилегированным акциям делится на количество обыкновенных акций и получается сумма дивидендов на одну акцию. Чтобы быть в курсе, сколько и когда компания будет платить, нужно будет следить за ее новостями. Размер дивидендов и дата выплаты дивидендов обычно публикуются на сайте компании и в средствах масс-медиа в соответствии с требованиями и биржевыми правилами. Давайте рассмотрим выплату дивидендов на конкретном примере. Акционерный капитал Мегафона состоит из 620 миллионов акций. По результатам 9 месяцев 2016 года компания направила 14 миллиардов 997 миллионов 800 тысяч рублей на выплату дивидендов. На одну акцию пришлось 24 рубля 19 копеек. У акционера Иванова было 250 акций, поэтому ему начислили 6047 рублей 50 копеек в виде дивидендов. Из начисленных Иванову дивидендов компания оплатила государству налог на доходы физических лиц в сумме 786 рублей, поэтому в итоге Иванову перечислили на его банковский счет уже свободную от налога сумму дивидендов в размере 5261 рубль 50 копеек. При выплате дивидендов компания сама является налоговым агентом и перечисляет налог государству. То есть акционеры получают выплаты уже за вычетом, в данном примере 13% налога по российскому налоговому законодательству на доходы физических лиц. Процесс выплаты дивидендов происходит просто. От инвестора ничего не требуется, кроме как сообщить свои реквизиты. Чтобы получать дивиденды, нужно быть владельцем акций на определенную дату, дату фиксации реестра акционеров. Реестр – это список акционеров компании с информацией о количестве принадлежащих им акций. Фиксация нужна, потому что на бирже кто-то постоянно покупает и продает акции, и состояние реестра меняется. Поэтому для удобства компания говорит «Кто сегодня акционер, тем платим. Кто купит акции завтра, платим в следующий раз». При этом, если вы не продаете акции, а продолжаете их держать, то есть не изымаете свои деньги из оборота компании, дивиденды вы получаете вновь и вновь. Инвестирование представляет собой интересный способ заработка, который не имеет ограничений, и является источником получения различных выгод. Все свободные деньги должны работать, выгодно капитализироваться и приносить прибыль. Это главное правило современного человека. Финансовая безграмотность наших соотечественников иногда просто поражает. К примеру, в Америке почти каждая домохозяйка следит за котировками, знает, как управлять своим пакетом и какой процент от общего дохода ей приносят имеющиеся у нее акции. Усмотрев явную несправедливость в таком положении дел, мы решили дать несколько практических советов новичкам, решившим попробовать свои силы на фондовом рынке. Многим людям рынок ценных бумаг представляется очень сложным механизмом, разобраться в котором под силу только биржевым воротилом. В реальности все гораздо проще. Суть фондового рынка и его функции практически те же, что у любого другого рынка – встреча продавцов с покупателями для заключения взаимовыгодных сделок. В современном мире рынок ценных бумаг представляет собой один из самых распространенных вариантов вложения собственных средств. Благодаря ему имеется возможность получать стабильный доход. Зачем компании выпускают акции? Бизнес, особенно на этапе развития, нуждается в финансировании. Уставного капитала для осуществления новых проектов недостаточно, и компании необходимы средства. Для этого компания может взять кредит в банке или выпустить облигации и стать должником перед их держателями. Но есть и другой способ привлечь финансирование – продажа части собственного бизнеса в виде акций. Таким образом, предприятие получает возможность развиваться и получать дополнительную прибыль за счет инвесторов, а держатели акции также получают доход за счет развития бизнеса, частью которого они являются. Что же такое акции, как они работают и как подразделяются? Акция – это эмиссионная ценная бумага, доля владения компании, закрепляющая права ее владельца, акционера, на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца. В упрощенном виде все выглядит так. Предприятию нужны деньги для развития, поэтому оно обращается за помощью к инвесторам, которые дают необходимую сумму. Взамен они получают в собственность некоторую долю компании, выраженную в акциях. Инвесторами могут быть как физические, так и юридические лица, а их доля в акционерном капитале определяет соотношением количества имеющихся в собственности ценных бумаг компании к общему объему ее акций. Часть годовой прибыли предприятие возвращает акционерам в качестве дивидендов, своеобразной благодарности за финансовую поддержку. Акции бывают разными, они делятся по нескольким различиям. Но самым главным отличием, характерным для акций, является ликвидность и привилегированность. Ликвидность – это возможность продажи актива в максимально короткие сроки и без существенных потерь. Например, вы купили через брокера акции ОАО «Газпром» в количестве 100 штук, но неожиданно вам понадобились деньги, и вы посчитали нужным продать акции по рыночной цене. Запустив программу интернет-трейдинга, вы оставляете заявку на продажу ваших 100 акций. Покупатель находится очень быстро, так как ликвидность акций «Газпрома» очень высока, и возможные потери при продаже сведены к минимуму. Типы акций. При выпуске акции делятся на два типа – простые и привилегированные. Первые дают право на получение прибыли, а вторые – участие в управлении. Некоторые эмитенты разделяют акции еще и на классы. Это позволяет в нужной пропорции распределять голоса между акционерами, а некоторым держателям получить больше привилегий. Чтобы не запутаться, была введена маркировка классов А, Б, С и прочие. У каждой компании есть своя характеристика классов акций. Например, у компании Google акции класса А имеют один голос, класса Б – 10 голосов, а класс С вообще не голосует. Если взять стандартную формулировку, то акции класса А дают право получать дивиденды, но прав на голос не имеют. Выпуск таких акций привлекает капитал извне, но не дает возможность акционерам участвовать в управлении компанией. Акции прочих классов принадлежат к голосующим акциям. Став частным брокером, привыкайте к мысли, что все так или иначе связанное с куплей-продажей акции теперь будет происходить для вас в электронном виде. Купив, к примеру, акции Роснефти, не ждите у почтового ящика письма с яркими красивыми бумажками и голограммами. Акции будут зачислены в виде электронной записи о них на ваш счет, депо, а данные будут храниться в депозитарии. Как зарабатывать на акциях? Понятно, что обычный участник рынка не имеет достаточного количества ценных бумаг, чтобы прямо или косвенно влиять на судьбу компании. Но по сути вам это и не нужно. Главная цель покупки акции – получение прибыли. И заработать вы можете двумя способами – получив дивиденды или доход от разницы между ценами покупки и продажи акций. Каждый квартал компании, акции которых обращаются, например, на московской бирже, публикуют свою финансовую отчетность. Именно по ней акционеры и потенциальные инвесторы могут судить, сколько заработала компания, как собирается развивать свой бизнес дальше, какие риски существуют. Фондовый рынок – это живой организм, который чутко реагирует как на внешние факторы, так и на внутренние изменения. Функционирует он по воле сотен миллионов людей, которые каждую минуту принимают то или иное решение. Но именно эти решения и отображаются на цене акций и приводят к росту или падению котировок. Умение грамотно оценить влияние определенного события на судьбу бумаги позволит не только избежать убытков, а напротив может открыть возможность для удачных вложений. Здравствуйте, уважаемые друзья! Добрый вечер, коллеги-партнеры, инвесторы нашего проекта. У нас сегодня понедельник, 17 часов по московскому времени. Это время презентации компании Skyway Capital. Ну и сразу хочу сказать, что в принципе презентация, она рассчитана на новичков, на людей, которые, скажем так, пришли уточнить информацию, подробность информации. Ну, подробно, наверное, это сильно сказано, хотя бы вкратце понять, о чем идет речь. И, как правило, презентации первичные, они рассчитаны именно на таких людей. Как всегда, я хочу задать вопрос, касаемый слышно, видно меня хорошо или нет, и видны ли слайды нашего вебинара в комнате Мирополиса и в соцсетях. Если да, просто поставьте плюсики, буду вам за это благодарен. Но если все-таки есть у нас сейчас на наше мероприятие новички, да, поставьте, пожалуйста, цифру 1 просто. Вот в чате Мирополиса я увижу, и сейчас мой коллега у меня проигрывает, есть ли новички в социальных сетях. Приветствую Владислава. Давно, наверное, мы не пересекались. Вот. Итак, друзья, если есть новички в Мирополисе, поставьте единицу. Сейчас я уточню эту же информацию у... Есть, да, все-таки новички есть. Тогда давайте мы с вами сделаем следующим образом. Я небольшое отступление, наверное, сделаю. Смотрите, ну, достаточно давно стал вопрос создания какой-то унифицированной презентации на всех языках, да, и в принципе, вот буквально не так давно это было, ну, почти решено. То есть подобные слайды, которые вы сейчас увидите, по которым я кратко пробегусь, да, они будут переведены на все языки и, возможно, я пока точно не могу вам утверждать. Данная информация будет отправлена лидером структур, которые в одинаковом ключе, но это важно. Важно почему? Потому что есть так называемая система спонсирования, да, система доведения информации. Очень важно, когда люди приходят и получают одну и ту же информацию, да. Не важно на чешском это языке, на английском языке, на немецком языке, потому что, ну, так устроен мир. Каждый воспринимает информацию по-своему, если каждый будет доносить, так как он понял, в итоге будет каша. Цель была создать презентацию краткую, цель была, скажем, передать основные ключевые моменты развития нашего проекта, вот, и, как правило, после того, как человек получает первичную информацию, он начинает делать что? Вот, напишите мне, пожалуйста, в чате вебинара, что делает человек, когда он получает какую-либо информацию. То есть, как правило, у него есть три нырные варианта все-таки, да. Кто-то осмелится написать все три? Я буквально 30 секунд подожду. Может, кто-то напишет, какие три варианта ждут человека, когда он получает информацию. То ли долго пишете, то ли, скажем так, ленитесь, я вам просто отвечу. Первый вопрос, первый, скажем так, вариант, когда человек получает первичную информацию, говорит, мне это совсем неинтересно, это не мое. Второй вариант, а это я уже слышал, да, вот, все это знаю, поэтому, скажем так, это не для меня. И третий вариант, он, наверное, самый такой толковый, когда человек понимает, что он о чем-то не осведомлен, но начинает задавать какие-то вопросы. Задавать вопросы вам, как людям, пригласившим на данное мероприятие, да, задавать вопросы вашим наставникам, если вы не так давно в бизнесе, задавать вопросы ведущим, в конце концов, да, в конце вебинара, если что-то не понял. Поэтому самый лучший вариант третий, и будем надеяться, если у нас сегодня на мероприятии есть новички, что после окончания мероприятия они зададут вопросы здесь, в чатах, и зададут вопросы тем людям, которые их пригласили на данное мероприятие. Итак, друзья, мы с вами сегодня будем говорить о двух возможностях. Это возможность участвовать в проекте, который выводит на мировой рынок самый инновационный продукт, да, то есть мы будем говорить с вами об инновациях. Мы с вами будем говорить об инвестициях. Причем мы будем с вами говорить об инновационном транспорте, то есть инновация, о которой сегодня пойдет речь, она захватывает, скажем так, сегмент, транспортный сегмент, да, то есть очень огромный кусок мирового рынка. Ну, те, кто считает, что транспортный, скажем так, вопрос остро стоит сегодня перед человечеством, можете поставить цифру 5 у нас в чате, как в социальных сетях, так и здесь, в чате нашего вебинара. По большому счету, мы с вами все завязываем на транспорт, каждый день нам приходится куда-то перемещаться, кому-то на учебу, кому-то, скажем так, на работу, да, с утра до вечера мы двигаемся в обратном направлении, вот, кому-то на отдых, кому-то, скажем так, в командировке и так далее, и так далее, и так далее. То есть, наверное, процентов 90, ну, возьму так, по-малому, 95 людей в большей-меньшей степени зависит от транспорта. Мы с вами сегодня знаем, ну, по сути дела, 4 транспортные системы, которые достаточно давно вошли в нашу жизнь, всем им больше 100 лет. Это первый водный транспорт, да, которому несколько тысяч лет, далее это был железнодорожный транспорт, потом автомобильный, авиационный. Все эти транспортные системы сегодня используются людьми повседневно, для перевозки людей, для перевозки грузов, перемещения каких-либо товаров, да, оказания каких-либо услуг и так далее, и так далее. У всех у них есть преимущества по отношению друг к другу, у всех у них есть какое-то количество недостатков. Так вот, транспорт, о котором мы с вами сегодня будем говорить, это транспорт под названием Skyway, в переводе с английского языка это небесная дорога, да, вот, Sky, небо, V, это путь, либо дорога. Транспорт, который поднят над землей, да, почему, скажем так, это преимущество, мы с вами по ходу вебинара разберем. То есть, это транспорт эстакадного типа, вы видите, скажем так, одно из транспортных средств, которые разработаны нашей компанией, да, и оно называется Unibike. Транспортные средства подняты над землей, несколько метров, да, эстакады такие могут быть на высоте, там, нескольких десятых сантиметров и нескольких сотен. Вот. Skyway, как написано на данном слайде, да, это инновационный транспорт, который движется над землей по специальным, скажем так, проложенным рельсам, струнам, да, или струнным рельсам. Устройство рельса мы с вами немножко наберем, точнее, разберем впереди. Транспорт, который позволяет перемещаться по, над поверхностью планеты без пробок, да, что, скажем так, жители крупных городов, мегаполисов могут сразу задать вопрос, как это возможно. Вот. Без загрязнения, потому что, вот, большинство, скажем так, транспортных средств, фактически все, которые созданы на сегодняшний день, они перемещаются при помощи электродвигателей, собственных разработанных специалистами нашей компании, да. Ну, и без границ, потому что данный транспорт можно строить фактически на любом рельефе, за исключением, скажем так, крутых гор и так далее, да, и в любой местности, будь то, скажем так, заболоченные места и так далее. То есть транспорт, несколько лет назад, как говорилось, это транспорт будущего, сегодня мы говорим о транспортных вещах. Значит, вернемся к тем транспортным технологиям, которые мы на сегодняшний день имеем, и сразу же стоит отметить следующее, да, то, что весь сегодняшний транспорт, который существует, будь то водный, воздушный, автомобильный, либо железнодорожный, он очень серьезно зависит от каких-либо климатических явлений, природных явлений и так далее, да. Не дай бог там снежная буря, либо песчаная буря, будь то автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, да, он сразу же останавливается. То есть самолеты прекращают летать, автомобили перестают ездить, езды тоже встают. Далее, серьезно, какие-либо снегопады, либо там дожди вызывают паводки, и те дороги, которые построены на сегодняшний день, некоторые заливают, а некоторые полностью разрушаются. Есть у нас, скажем так, участки местности, где дороги, например, намывают зимой, и там ездить хорошо, а летом эта местность заболоченная, практически дорог не бывает, да. Либо, например, дороги сильно размываются паводком, потом, скажем так, какое-то время рихтуют, и летом люди могут перемещаться по тем, скажем, грунтовым дорогам, которые накатали до следующей серьезной распутицы. Все эти транспортные проблемы, точнее, все эти проблемы, которые я сейчас назвал, они, в принципе, никаким образом не будут сказываться в перемещении транспорта под названием Skyway. Далее, у нас действительно с каждым годом возрастает объемы перевозки людей и грузов, да, то есть буквально пару-тройку лет назад, по-моему, в 16-м году мы приводили статистику, которая была написана на сайте РЖД, там была большая статья, что, в принципе, скорость перемещения грузов по территории России при помощи, скажем так, российских железных дорог составляет, там, порядка 9 км в час с учетом погрузки и разгрузки и так далее, и так далее. Очень низкая скорость. Действительно, огромное количество, скажем так, грузовиков, и вот Алексей Суходов, я думаю, вы его слушаете на вебинарах, рассказывал, что вот там в Нигерии грузовики могут стоять в Африке, там, в целом ряде стран сутками, прежде чем они будут двигаться, перевозить какие-то товары народного потребления и так далее, и так далее. Далее, пробки я уже вам называл, да, существует огромное количество городов на планете, в огромном количестве стран, практически в каждой стране есть мегаполисы, в которых вот примерно вот такая картина. Ну, вот я, правда, живу в Российской Федерации, я таких дорог не видел, в Китае вот такое бывает. Там, например, в Чисепик, да, тоже люди выезжают из крупных городов, и там для того, чтобы выехать и ехать между крупными городами по хорошей, кстати, качественной дороге, нужно оплачивать проезд и так далее. То есть сумасшедшие пробки. Недавно я слушал репортаж о том, что было принято расширить, скажем, дорогу в Соединенных Штатах Америки между, по-моему, аэропортом Далласа, да, и городом. Вот, она была, по-моему, по четыре полосы в каждую сторону, там добавили еще по две или по три полосы, да, но, тем не менее, проблема не решена, то есть там можно ехать часами. Соответственно, проблема с перевозкой пассажиров есть. Зачастую в той же Москве, там, ближе к выходным дням, либо по вечерам, например, в часы пик, выехать на нормальной скорости, на которую может ехать автомобиль, невозможно. И зачастую автомобиль перемещается медленнее, чем рядом идут пешеходы. То есть мы здесь, в Москве, я думаю, многие жители крупных городов наблюдают это очень часто. Так вот, данные проблемы можно решить при помощи транспорта Skyway, как я вам сказал, это транспорт, который располагается на втором уровне, из токарного типа, там нет перекрестков, нет светофоров и еще большое количество преимуществ, о которых мы с вами сейчас будем разговаривать. Действительно, очень остро стоит вопрос перевозки, скажем так, огромного количества, скажем, товаров, грузов, да, будь то, скажем, сыпучие грузы, будь то товары народного потребления, которые переводятся в контейнерах. Есть огромное количество крупных портов, которые заварены этими контейнерами под завязку. Контейнерные перевозки при помощи, например, водного транспорта, они самые дешевые на сегодняшний день, поэтому часто в мире можно увидеть огромные сухогрузы, которые перевозят вот эти вот контейнеры. Далее есть участки, где их перегоняют по земле, и вот сейчас тот же Великий Шелковый Путь, иногда бывает в Беларуси, там огромное количество товарных поездов, которые перевозят контейнеры, там по 60, по 70 вагонов установлены вот эти контейнеры. На некоторых, кстати, написано, там шелковый путь и так далее, и так далее. Опять же, есть специальное решение для решения тех проблем с логистикой, которые на сегодняшний день существуют в транспортной отрасли. Эти решения предлагают специалисты группы компании SkyWay. Так как я уже говорил, транспорт SkyWay это транспорт второго уровня, и уже мы знаем на протяжении, наверное, 100 лет, да, человечество пыталось решить вопрос перемещения, скажем так, на эстакадах. Были транспортные решения в виде подвесных дорог, в виде фуникулеров, да, и сейчас, скажем так, разрабатывается параллельно что-то подобное технологией SkyWay, то есть на территории Израиля, еще целого ряда стран разрабатываются проекты, где транспорт размещен над землей. Но те характеристики, которые ведут этот транспорт, если мы будем сравнивать с характеристиками транспорт на SkyWay, то мы выигрываем значительно по целому ряду показателей. Итак, на сегодняшний день, да, вот я хочу еще сделать маленькое отступление. Проект у нас в том виде, в котором он существует сегодня, запущен с начала 2014 года. Сегодня мы в 2019 году, то есть по сути дела 5 лет, и за эти 5 лет с нуля, да, то есть с того, что вот у нас не было ни участка местности, у нас не было ни производственной площади, и у нас не было специалистов, создано порядка десятка транспортных средств, которые сегодня мы демонстрируем всему миру, то есть целый ряд делегаций уже из 32 стран побывал на территории наших производственных площадей, на территории демонстрационного участка, либо экотехнопарк он у нас называется, на территории Республики Беларусь, и воочию увидели, что из себя представляет транспорт SkyWay. Здесь представлено несколько моделей, двухместный Univind, двухместный Unibike, кстати, первое транспортное средство, которое было создано за очень короткий срок, то есть с момента, скажем так, приглашения специалистов нашей компании на международное мероприятие под названием InnoTrans 2016, это где-то с конца февраля, да, то есть 11 февраля Минтранс дал заключение, что технология инновационная, в конце февраля нас пригласили на мероприятие InnoTrans, а в сентябре месяце уже на территории InnoTrans был продемонстрирован Unibike, который расположен в верхней, скажем так, линейке этих фотографий, и 14-местный Unibus, который продемонстрирован внизу, U4-210, то есть 14-местный, два этих транспортных средства были созданы практически за время, менее чем за полгода. Далее вы здесь можете видеть 18-местный трехсекционный Unicar, 6-местный Unicar, то есть это, скажем так, по сути дела, две модели одного ряда, да, U4-430, то есть это может быть отдельное 6-местное транспортное средство, либо, скажем, из трех секций собранное 18-местное. Дальше, 42-местный Unibus Берельсовый, который был продемонстрирован, на нем уже в прошлом году катали людей, да, далее это у нас Unitrack грузовой для перевозки, в первую очередь, сыпучих грузов, да. Грузовая транспортная система под названием Unidrans, то есть где можно транспортировать, скажем так, сыпучие грузы, даже на довольно продолжительных расстояниях, то есть там, где она чем-то сродне, это со стороны похоже на конвертную ленту, но здесь, скажем так, не конвертная лента в том виде, в котором мы с вами привыкли, да, где двигатель вращает и просто движется широкое линейное полотно. Но здесь транспортировка осуществляется на специальных колесных парах, соответственно, износ, скажем так, ленты значительно меньше и скорость в три раза больше, чем на самых быстрых конвертных лентах. Ну и транспортное средство, которое было создано в 2018 году специально для выставки Unitrans, это, скажем, ну, можно назвать гордостью, да, компания Skyway, это высокоскоростной Unibus, который будет разгоняться до скорости 500 и более километров в час, который также быстро был собран где-то за полгода, да, и продемонстрировал на Инотрансе 2018. Два транспортных средства, о которых я рассказал, которые были первые продемонстрированы на Инотрансе 2016, уже в ноябре месяце, к концу ноября 2016 года был осуществлен первый прокат Unibus на территории Экотехнопарка, да, и в начале зимы 2017 года осуществлен был первый прокат 14 мест на Unibus, после чего была осуществлена уже сертификация данных транспортных средств. 18-местный трехсекционный Unicar, чем он интересен? Тем, что вот данное транспортное средство, с гордостью заявлял генеральный конструктор, было создано при помощи программного обеспечения компании DASO Systems, это программа 3D Experience, да, это индустрия 4.0. Ну, Unicar, точнее Unitrack грузовой, который где-то сродни, наверное, тому же Unibike, да, то есть платформа у них примерно одна, для перевозки секундчих грузов, он был также создан в 2017 году и продемонстрирован на втором экофестивале, который состоялся на территории Экотехнопарка, там мы как раз видели в движении 14-местный Unibus, двухместный Unibike и грузовой Unitrack. Это грузовая транспортная система, которая у нас представлена на территории Экотехнопарка, то, что я говорил, Unitrans, да, и у нас есть в новостях, если отлистать, скажем так, более года назад, в третьем экофестивале был как раз выпущен ролик, который демонстрировал, что из себя представляет в действии грузовая транспортная система. Наверное, одно из последних транспортных средств, предпоследнее, которое нам было продемонстрировано в движении, это двухместный Unibus, то есть легкое транспортное средство, которое призна решить, скажем так, транспортные проблемы небольших, некрупных городов, это связь, скажем так, с городами-спутниками небольшими, областными районными центрами, то есть это закрытие проблемы, скажем так, тех населенных пунктов, которые на сегодняшний день, например, транспорт вообще перестал ездить. Таких населенных пунктов сегодня огромное количество. Высокоскоростной Unibus, который вызвал фурор на мероприятии в Берлине, то есть огромное количество специалистов мира транспорта приходили смотреть, что из себя представляет данное транспортное средство. Японский телеканал, скажем так, был настолько восхищен данным техническим решением, что это через месяц специалисты канала ТВ Токио приезжали на территорию Экотехнопарка, я лично видел их, когда был на территории нашего производства, они вместе с генеральным конструктором Анатолия Дарча-Меницким как раз-таки для них открывали покрывало и демонстрировали еще раз, что из себя представляет высокоскоростной Unibus. Итак, друзья, как я вам говорил, да, что из себя представляет технология, что же в ней уникального? Вот, то есть струны рельса, о которых мы говорили, то есть подняты на землю, два струнных рельса, например, да, если это, скажем так, не монорельсовые транспортные средства, и по ним катятся транспортные средства. То есть суть струнного рельса, она изображена здесь на данном рисунке, то есть есть металлический корпус, да, внутри которого натянуты стальные канаты, да, это проволока, скажем так, высокопрочная проволока, которая анкируется, зажимается в анкервных опорах, осуществляется натяжение этой проволоки внутри струнного рельса. Расстояние между анкерными опорами может составлять от одного до, там, нескольких километров, да, и основная нагрузка, как раз-таки, натяжение, удержание, скажем так, ровности струнного рельса лежит на анкерных опорах, то есть они несут на себе горизонтальную нагрузку, и плюс еще устанавливается промежуточный опор, они могут устанавливаться на расстоянии, там, 40 метров друг от друга, 100 метров и более, в зависимости, скажем так, от сложности трассы, сложности рельефа и так далее. Внутренность данного рельса наполняется специальным модифицированным растопором, да, и получается у нас жесткая, ровная балка, как говорит наш генеральный конструктор, предварительно напряженная эстакада, да, и без температурных швов, без сварных швов, то есть очень прочный, ровный рельс. Сами струнные рельсы, они могут быть реализованы в трех вариантах, то есть может быть жесткие, да, то есть фирменная путевая структура, которая у нас тоже представлена в Экотехнопарке, мы об этом поговорим, полужесткий рельс, который вы видите наверху, и гибкий, гибкий, который может быть натянут на высоте, там, до сотни метров между высокими зданиями, да, и по принципу горизонтального лифта будут перемещаться транспортные средства. Важно понимать следующее, что внутри всех этих видов путевой структуры натянуты стальные канаты, и там закачан модифицированный бетон. Вот такая, такой ноу-хау. Но, в принципе, если посмотреть с точки зрения науки, там, да, изобретений и так далее, как говорит Анатолий Дарвичевницкий, по большому-то счету я ничего большого такого не придумал, но есть вантовый мост, который в большое количество построено по земле, да, где натянуты канаты, которые удерживают полотно в дороге. Только вот эти ванты, которые находятся снаружи, Анатолий Дарвичев спрятал внутрь рельса. Вот таким вот образом. Что еще хотелось бы отметить, коллеги, то, что мы говорили, да, что транспорт, одно из преимуществ транспорта Skyway, его экологическая чистота. На сегодняшний день у нас на всех этих средствах используются двигатели мотор-колесо. Эти двигатели мотор-колесо разработаны, целая линейка их разработана разной мощности, да, то есть разного размера для разных транспортных средств, специалистами нашего КБ. Что еще хотелось бы отметить? То, что мы говорим о том, что дороги Skyway можно строить фактически при любых рельефах, при любых, скажем так, погодных условиях и типах почвы и так далее, и так далее. Данная транспортная технология позволяет нам провести транспорт в любую точку практически любой страны и мира. Мало того, вместе с путевой структурой решения транспортных проблем, внутрь струнного рельса можно устраивать высоковольтные линии электропередач и линии волоконно-оптической связи. Соответственно, в те уголки, куда будет построена дорога, там ее раньше практически не было, туда же можно довести при рельефе цивилизации, которым пользуются люди, проживающие в крупных городах. Первое, наверное, на что следует обратить внимание, с точки зрения преимущества струнного транспорта, да, это его высокая аэродинамичность подвижного состава. Первый, скажем так, важный момент, то, что, как я говорил, струны рельса, они подняты на Землю, да, и на высоких скоростях, как заявляет наш генеральный конструктор, как показывает физика, там, либо сопротивление, что у нас еще, аэродинамика, да, то, что, когда транспортные средства на высокой скорости, там, свыше 300 км в час перемещаются по поверхности Земли, будь то дорога, там, или железная дорога, то на него действует огромное количество энергии, которая пытается данные транспортные средства от этой Земли оторвать. То есть эффект экрана, так называемый. И 90%, скажем так, энергии транспортного средства, там, топлива, да, оно расходуется как раз-таки на преодоление вот этого эффекта экрана. За счет того, что транспортные средства Skyway и путевая структура подняты на Землю, есть только два рельса, по которым ходят, например, транспортные средства, да, отсутствует экран, то есть нету снизу Земли. Соответственно, скажем так, аэродинамика совершенно другая, и экономятся вот те самые до 90% энергии, да, при перемещении на скорость, там, 300-400 и более километров в час. Это вот ключевой, скажем так, наверное, момент, один из ключевых моментов, да. Вы видите коэффициент аэродинамического сопротивления высокоскоростного Венебуса где-то 0,6, машины, скажем так, Бугатти, да, одна из самых высокоскоростных автомобилей сегодня спортивных, 0,4. То есть на несколько порядков отличается выгодную сторону, да. Далее, высокоэкономичность, да, то есть экономится огромное количество топлива в год, конечно, да, при пересчете, вот, там, до 880 тонн топлива в год, если брать количество людей, перевозимое в транспортных средствах Skyway, сколько литров тратится на одного пассажира на 100 километров, то есть мы значительно выигрываем в расходовании энергии для перемещения транспортных средств на высокие скорости. Ну, и у нас была целая презентация, которая рассказывала о том, какие преимущества имеет транспорт Skyway по отношению к тем транспортным системам, которые люди сегодня широко используют. В первую очередь, там, за основу были взяты канатные дороги, монорельс, технология Маглев, да, то есть перемещение на магнитной подушке, железные дороги, авиация, да, и это авиация, скажем так, это можно говорить там о расходе топлива, там, скорости и так далее сравнение. И автомобильный транспорт. То есть в этом сравнении, если вы, скажем так, не поленитесь, то сможете найти данную презентацию, это несколько месяцев назад, то есть она была выдана в красочных слайдах. Кратко можно сказать следующее, что мы значительно выиграем на, скажем так, строительстве, возведении путевой структуры, да, то есть на порядок по сравнению с некоторыми транспортными системами, например, с такими, как тот же монорельс, да, поезд на магнитной подушке, вот. Дальше, эксплуатационные расходы. Ну, можно простой пример рассмотреть, да, вот опять же, зима, например, да, если мы возьмем автомобильный транспорт, если мы возьмем железные дороги, да, то когда сильные снегопады, например, да, затрачивается огромное количество энергии, денег, людских ресурсов для того, чтобы очищать проезжую часть от нападавшего снега. Но при технологии, при использовании технологии SkyWay это все будет не нужно, потому что, скажем так, и струнные рейсы, они очень широкие, да, и транспортные средства, которые будут перемещаться по путевой структуре SkyWay, следуют друг за другом на не очень большом расстоянии на высокой скорости, то есть снег, он не будет служить никаким препятствием. Ну, это как бы один из таких расходов, хотя их, конечно, значительно больше. Вспомните, да, вот я сейчас ездил в Белоруссию, например, там, периодически езжу, и сейчас рифтуют дороги как на территории Белоруссии, так и на территории Российской Федерации. Раз, два, три года перекладывают асфальт на основных магистралях и так далее, и так далее. Здесь этого не потребуется. Как заявляет генеральный конструктор, единожды построенные стаканы могут служить там свыше 50 лет и на годы 100. Расход энергии, мы об этом с вами уже говорили, да, вот опять же, в первую очередь, даже устранение эффекта экрана, оно решает огромное количество промо, связанное, скажем так, с затратой энергии либо топлива на перемещение транспортных средств. Высокая пропускная способность, то есть она где-то соизмерима на одном транспортном плече с провозной способностью московского метро в часы пика. Далее, загрязнение окружающей среды, то есть самый чистый транспорт на сегодняшний день, если мы будем сравнивать с любым видом транспортных средств, будь то железная дорога, автомобильный транспорт, на рейс, не говоря уже, скажем так, о самолетах там и так далее, и так далее, да. Ну и очень важно то, что самый высокий уровень безопасности этого транспорта SkyWay, то есть он на три порядка выше, чем на автомобильном транспорте. Опять же, решение проблем, оно прямо, скажем так, бросается в глаза. Первое, это транспорт поднят на землю, как я вам говорил, нет перекрестков, нет пересечения, да, друг с другом дорог. Вот. И очень важный момент, то, что транспортные потоки, людские потоки будут разведены по уровню, люди совершенно спокойно смогут гулять по поверхности планеты, вот, а транспорт будет перемещаться на втором уровне. То есть, как я по всем вот этим показателям, которые мы сейчас говорили, можно прочитать отдельно, посмотреть, точнее, отдельную презентацию, но мы значительно выиграем по всем этим показателям тех транспортных систем, которые сегодня используются нами повсеместно, да, в разных уголках планеты. Ну, если говорить, опять же, стоимость возведения, да, создания путевой структуры и всей инфраструктуры значительно дешевле, вот если мы будем сравнивать, например, с монорельсом, поездом на магнитной подушке, да, технологии Могрев, либо всем уже, скажем так, набившие оскорбленные технологии Hyperloop. Стоимость километра, ну, возьмем, скажем так, городское и пригородное сообщение, да, это порядка 3-8 миллионов долларов за километр. Монорельс уже 36, да, который вот в Москве, например, построен, поезд на магнитной подвесе свыше 100 миллионов, и, соответственно, технология Hyperloop потребует тоже не менее 100 миллионов долларов затрат на создание одного километра трассы по этой технологии. Я уже упоминал программное обеспечение компании DOSOS Systems, то есть на сегодняшний день оборудование, которое устанавливается на производственных площадях компании, струнной технологией, она является сегодня нашим инженерным предприятием, расположенным в Республике Беларусь, где работают порядка уже 800 специалистов на реализации технологий, да, то есть самые современные станки и самое современное программное обеспечение, которое позволяет нам уже, скажем так, на фазе создания будущего продукта видеть, какие могут быть проблемы, изменения в одном месте проекта, да, например, изменение гайки какого-то болта, либо там перемещение какой-то детали корпуса в сторону и так далее, сразу меняет весь проект в целом, и все, кто работает над созданием проекта, они это видят, да, и система плавно перестраивается. Ну, Досос Систем помогло внедрить нам, как я вам говорил, 18-местные уникары, при помощи, опять же, данного программного обеспечения создавался высокоскоростной транспорт Skyway. Автором технологии Skyway является Анатолий Даровичевницкий, как мы говорим, советский, российский, белорусский инженер, изобретатель, конструктор. Три высших образования у Анатолия Даровичевницкого, инженер транспорта, патентное право изобретательства и проектирование строительства высоких зданий, инфраструктурных сооружений. За время разработки инженерной технологии у него было более 150 изобретений. Порядка 200 научных работ и, скажем так, 20 монографий, которые входят в этот список. Анатолий Даровичевницкий дважды руководил проектом организации объединенных наций, который выделял денежные средства на реализацию технологии, которую мы разрабатываем. Во время разработки технологии были свои вехи, скажем так, свои моменты, свои провалы. И об этом, не стесняясь, Анатолий Дарович, кстати, говорит в последнем интервью. То есть, те ошибки, которые мы совершаем, мы их знаем, мы их видим, мы их устраняем. Были свои взлеты падения. Впервые технология первого поколения была продемонстрирована в подмосковном городе Озера, где был полигон. И эту технологию увидел мир. Это средство массовой информации, скажем так, от каких-то районных газет, заканчивая новостным форматом каналов центрального телевидения Российской Федерации. Были свои экспертные заключения от специалистов, которые представляют различные структуры, имеющие прямое отношение к миру транспорта в Российской Федерации. Например, Институт проблем транспорта Российской Академии Наук, Гострой России, тот же Минтранс России дала свое заключение о преимуществе технологии. И с 2014 года просто Анатолий Эдуардович Миски изменил немного схему подход к тому, как финансировать создание, скажем так, данной технологии, финансировать проект, финансировать строительство тестового участка, где можно будет продемонстрировать все возможности транспорта SkyWay, сертифицировать его, да, и выйти на реализацию по миру в тех уголках земного шара, где понадобится данная технология. Начиная с 2014 года и немногим ранее, то есть было получено 83 патента и сертификата на территории всего земного шара, то есть начиная от Австралии, здесь, до Китая, я скажу, больше, до Соединенных Штатов и Канады. Есть сертификаты Евросоюза, Японии, есть сертификаты целого ряда и страны Сен-Ге. Все это дело для того, чтобы защитить технологию, собственность, да, перед выходом на строительство дорог в тех регионах, где мы получаем патенты и сертификаты. Было проведено с сентября 2016 года 18 только крупных, да, международных транспортных форумов, то есть это был дважды Берлин, это был Сингапур, это было, скажем так, Джакарта дважды, да, то есть это был Нью-Дели, это и фьючерс сити-шоу Дубаи, это выставки, которые проходили в Москве, транспорт России, это белорусская транспортная неделя, то есть целый ряд мероприятий, на которых специалисты нашей компании знакомили посетителей форумов с тем, что из себя представляют технологии, там, скажем так, заключались предварительные договоренности о том, что кто-то приедет посетить наше предприятие, увидит, что из себя представляют технологии вживую и в принципе все эти мероприятия внесли свою лепту в то, что технология популяризила ролл из по миру, да, и сегодня мы имеем в большинстве своем положительную прессу о том, что на территории Беларуси и в целом ряде регионов, мы еще поговорим о каких, данная технология вот-вот находит свое применение, да, сертификаты также получаются непосредственно, скажем так, компанией струнной технологии, есть целый ряд направлений, по которым были получены сертификаты, но вот один из них, например, менеджмент качества, да, то есть ISO 9001, это сертификат соответствия менеджмента, то есть тем требованиям, которые выдвигаются сертифицирующим органом, там, Тюх-Тюринген, да, здесь такая серьезная структура, вот Тюховский сертификат ISO 9001 был получен в конце 2017 года, если я не ошибаюсь. Что хотелось бы еще отметить, как я вам говорил, проект стартовал в 2014 году, да, проект стартовал как вечерный проект, и суть вообще самого проекта, он начал двигаться по схеме краудфандинга, привлечения инвестиций от физических лиц, на выгодных условиях люди смогли приобретать доли проекта, где за номинал стоимостью доли был взят 1 доллар США, потому что сама технология была оценена в сумме 400 миллиардов долларов. Было разработано 15 этапов, как бы вектор развития компании, на каждом этапе необходимо было выполнить свой определенный перечень работ, который приближал нас к ситуации, когда мы демонстрируем транспорт, когда мы его сертифицируем, мы выходим на строительство адресных проектов по территории земного шара. У нас буквально на прошлой неделе состоялся вебинар, где мы говорили о том, что да, мы немножко по срокам сдвинулись там 17-19 год, сегодня, да, мы должны были там в 17-м в конце что-то выбить и так далее. Но тем не менее, мы находимся на 13-м этапе развития технологий, и вот тот перечень работ, которые я озвучил на вебинаре, это расширение производственных площадей, да, это продолжение работ заказчика и потенциально на территории всего земного шара, это строительство производственных площадей уже в других регионах, это как раз-таки сегодня и происходит. Как я уже говорил, да, на сегодняшний день компания струнной технологии, которая занимается непосредственно реализацией, созданием технологий, созданием подвижного состава, элементов путевой структуры, да, строительством всего этого, на территории экотехнопарка, не только, вот, более 800 сотрудников. В 2014 году, в мае месяце, сотрудник был один, это генеральный конструктор технологии Анатолий Дорочевицкий, сегодня более 800. Специалисты, высокого уровня, специалисты, которые, скажем так, получили недавний занят, да, там есть и выпускники университетов, которые недавно закончили высшее учебное заведение, есть те, у которых огромный опыт, скажем так, работы в машиностроении, что хотелось бы отметить. Сегодня компания является владельцем большого количества активов, собственной производственной площади, да, вот на данном слайде, который был перед этим, это наше четырехэтажное офисное здание, которое находится в промышленном районе города Минска в трех минутах ходьбы от метро тракторный завод. Ну, соответственно, это гигант, да, промышленности, который известен на, по крайней мере, бывшей, на территории бывшего Советского Союза, не только, вот, находится недалеко от нас, вот офисное здание находится недалеко от метро тракторный завод. Далее, на сегодняшний день порядка 10 тысяч квадратных метров, как было сказано генеральным конструкторам у нас, скажем так, заводских производственных площадей. Сегодня заканчивается строительство вот еще одного корпуса Skyway, где будет, скажем так, крупная узловая сборка, как сказал генеральный конструктор в своем интервью в пятницу. Сегодня у нас есть построенный экотехнопарк с пятью трассами, достраивается шестая трасса, на которой будут проходить испытания транспортные средства, предназначенные для Объединенных Арабских Эмиратов, в которых строительство у нас началось в 18-м году. Была проведена серьезная работа, были заключены первые, скажем так, соглашения, как раз таки на мероприятие под названием «Всючеш-сити-шоу» в Дубае, которое проходило весной. И после этого началось движение в направлении реализации технологий на территории Объединенных Арабских Эмиратов. На территории Республики Беларусь, недалеко от города Минска, возле города Марина-Горк, на территории бывшего танкового полигона, сегодня у нас есть действительно красивое место, зеленое место, где у нас построены пять трасс Skyway, строится шестая трасса, и именно на территории Экотехнопарка было продемонстрировано, что из себя представляют технологии, продемонстрированы транспортные средства и сертифицированы первые транспортные средства Skyway. Далее, сегодня у нас идет строительство инновационного центра в городе Шарджа. То есть там уже, скажем так, нельзя сказать более или менее серьезно, но тем не менее, там уже будет совершенно другая архитектура. Там строятся четыре трассы, первая из них 400-метровая провисающая путевая структура, три трассы будут по 2,5 километра, где будут продемонстрированы транспортные средства Skyway, скажем так, где будут продемонстрированы юниконты для перевозки контейнеров весом до 35 тонн, тяжелые юнитраки, которые будут перевозить грузы до 50 тонн, и вплоть до, скажем так, пассажирских транспортных средств, которые смогут перевозить там до 200-300 пассажиров. Это все будет продемонстрировано территорией инновационного центра в Шарджа. Ну, предварительно это будет проходить, скажем так, испытание территории Экотехнопарка, пока, скажем так, основная сборка транспортных средств будет проходить у нас в территории Республики Белоруссия. Действительно, была проделана огромная работа на территории Минюнных Арабских Эмиратов, вы здесь видите султана Ибн Мухаммеда Аль-Касими, это руководитель Эмирата Шарджа, точнее, скажем так, шейх Шарджа. На территории Шарджа расположен научно-исследовательский центр, частью которого сегодня является так называемый СВИК, то есть Skyway Innovation Center, который строится в Эмирате Шарджа. Был целый ряд мероприятий на территории Объединенных Арабских Эмиратов, это было и в Дубае, и в Убудах, то есть в феврале этого месяца, в январе или феврале этого года Всемирный правительственный саммит, на котором как раз-таки тоже демонстрировался транспорт Skyway. В апреле месяце шейх Дубая подписал проект, в котором шесть элементов транспортной стратегии города Дубая будут реализовываться на территории этого Эмирата. И один из шести этих проектов как раз-таки это технология Skyway, так называемый городской транспорт Skypod, трасса протяженностью 15 километров, 21 станция, это то, что будет реализовано на территории Дубая. Вот как раз-таки слайд вы видите про всемирный правительственный саммит, как раз-таки на нем глава Эмирата Дубая, вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, был ознакомлен с технологией Skyway, то есть посидел в двухместном мини-байке, там также стоял шестиместный Юникар. Сейчас, кстати, создан специальный Юникар, разработанный для тропического климата, он прошел испытание территории Эпотехнопарка и уже направляется в Объединенные Арабские Эмираты и во время процедуры закладки нулевого километра в инновационном центре шаржа будет продемонстрирован уже и тропический Юникар. И также ведутся сейчас параллельные работы над созданием еще целого ряда, целой линейки транспортных средств, которые будут реализованы для тропического климата. Как я говорил, территорию Экотехнопарка, территорию производственных площадей Skyway посещала целый ряд международных делегаций. Вот здесь на слайде вы видите, да, 32 международных делегаций с разных уголок земного шара. Это была Южная Америка, это Европа, страны Персидского залива, Австралия, Азия, да, Юго-Восточная Азия, то есть Африка, это представители вот этих стран и континентов были на территории нашего производственного комплекса и вживую могли увидеть, что из себя представляет технология. Итак, коллеги, это то, что касаемо технологий, что касаемо инвестиций, что касаемо, скажем так, вашей выгоды как партнеров, инвесторов. Я уже говорил, то, что на сегодняшний день мы находимся на 13 этапе развития компании. Мало того, у нас сегодня 10 число, а в 23, 59, 11 число, завтра, да, проект перейдет на третий подэтап 13 этапа развития. Каждый из этапов развития, как я вам говорил, он отличался в первую очередь теми работами, которые необходимо было провести для того, чтобы приблизить момент реализации технологий. Все эти работы требовали финансирования, соответственно, необходимо было привлекать определенные суммы инвестиций на каждом этапе. На каждом этапе более раннем уровень доходности либо дисконт, то есть отличие, скажем так, той стоимости долей, которую люди приобретали по выгодным ценам от того, что, скажем так, в заявленном номинале 1 доллар США, да, то есть на более ранних этапах дисконт был выше. Поначалу дисконт даже составлял несколько тысяч раз, то есть там 3,5 тысячи раз, да, люди приобретали пакеты долей, у них составлял такой дисконт. Сегодня дисконт у нас колеблется от 15 до 65. С завтрашнего дня, точнее, после завтрашнего дня с 12 числа, кстати, с праздником Российской Федерации, да, получается, дисконт снизится, он будет от 14 до 60. Пакеты, вы знаете, здесь, да, там от 15 долларов США, да, 150 тысяч долларов, то есть пакеты у нас есть на разную толщину, точнее, на разную толщину кошелька, то есть люди с разными финансовыми возможностями могут приобретать те пакеты, которые посчитают, скажем так, удобными для себя, которые не сильно напрягут их в финансовом плане. Тут у нас приходят попробовать на 15 долларов и так далее. Итак, коллеги, сегодня мы на 13 этапе развития, и вот пакеты, как я вам говорю, предлагаются от 15 долларов. У нас есть разные инвестиционные стратегии внутри личного кабинета. Вы можете купить разовые пакеты, сразу оплатив сумму, которую они стоят. Вы можете двигаться по схеме рассрочки, то есть в течение 10 месяцев, осуществляя, скажем так, небольшие платежи, в итоге получить солидный пакет долей, стать владельцем большого пакета долей. И сразу хочу сказать следующее. Смотрите, цель вообще, да, наверное, реализация технологии, вывод ее на мировой транспортный рынок. И здесь есть и финансовая составляющая. То есть, чем большим количеством долей вы будете владеть, тем больше в дальнейшем вы будете иметь, ну, скажем так, напрямую денег, да, потому что при, скажем, выводе технологии на какие-то биржевые площадки вы сможете продать часть долей, либо если вы примете решение дожидаться, скажем так, распределения прибыли компанией, это можно назвать дивидендов, 20% от прибыли компании будет распределяться между теми, кто поддержал развитие компании на раннем этапе развития. То есть, вот в течение вот этих 15 этапов. Соответственно, чем больше у вас будет долей, тем большее количество денег получите, потому что они будут рассчитываться на отдельную взятую долю. Если у вас, например, долей 100 тысяч, да, то у вас будет одна сумма. Если у вас будет миллион, вы получите просто в 10 раз большую сумму при распределении этих самых дивидендов. Нас сегодня поддержало более 400 тысяч инвесторов, люди разного уровня, скажем так, образованности, люди разного уровня недостатка, люди разного возраста, в конце концов, потому что у вас есть молодежь, которая только закончила школу, стала совершеннолетней, да, и есть люди, которые, я говорю, мудрого возраста, которые уже, скажем так, кому-то пошел девятый десяток и так далее, и так далее. Причем самых разных специальностей. Что хотелось бы еще отметить. Я говорю про дивиденды, что в случае успешной реализации проекта и получения компании прибыли от тех адресных проектов, которые будут строиться в разных углах земного шара, вы будете получать не менее 20% от прибыли. Далее, компания уже осуществляла обратные выкупы. Первые люди, которые инвестировали, начиная с 2014 года, получили, скажем так, то-то приумножение своих денежных средств от того момента до момента выплаты 2018 года, у кого-то до 35 раз это вышло увеличение долей стоимости, то есть точнее возврат денег. Далее, вы в дальнейшем, в принципе, можете передавать, как являетесь владельцем долей по наследству. Ну и, в принципе, опять же, один из пунктов получения дохода, когда будет выбран способ монетизации технологии, вы сможете продать часть долей и после этого получить живые деньги по стоимости определяемой рынка. У нас инвестиции люди делают на основании договора конвертированного займа, то есть это договор, согласно которому вы представляете нам денежный займ, который может быть конвертирован либо в доли, либо вы можете, скажем так, не подписывать требования, которые подписывают те, кто согласен получить в обеспечении, скажем, этих долей компании, не подписывая требования, вы через 3 года можете, скажем так, получить свои деньги, возврат собственных инвестиций До 4% годовых сверху вы получите обратно. Вот таким вот образом. Договор конвертированных займов. Все наши инвесторы заключают данный договор. И, к большому счету, когда вы становитесь собственниками долей, вы получаете свою долю в одной из самых быстро развивающихся компаний. Ну, по крайней мере, на транспортном рынке. То есть, сегодня мы действительно динамично развиваемся. Мы двигаемся в выбранном направлении. У нас есть чем похвастать, как мы говорим. У нас есть собственное производство. У нас есть уже точки реализации технологии, демонстрации того, чего мы достигли. Как сказал в последнем интервью Анатолий Дарвич Юницкий, что у нас не один десяток, скажем так, потенциальных адресных прахов только в Америке, а вообще мы работаем уже более чем в 10 странах. То есть, потенциально мы можем строить дороги. Если вы хотите узнать о технологии больше, лучшее, что вы можете сделать на сегодняшний день, как я говорил в начале нашего сегодняшнего вебинара, это задать вопросы тем людям, которые вас сюда пригласили, и задать вопросы нам здесь. Здесь вы можете, скажем так, сейчас отсканировать вот этот значок, точнее QR-код, который вы видите на экране, и при помощи мобильного устройства посмотреть виртуальной реальности, какие выглядят, скажем так, объекты технологии Skyway. Там их порядка более десятка, то есть, покрутиться, посмотреть вверх-вниз. Это и станции, и пересадочные пункты, и транспортные средства, и так далее. Что еще хочу добавить из новостей? Да, то есть, появилась информация, обязательно зайдите те, кто планирует ехать на экофестиваль, посмотреть. Есть целый ряд гостиниц, которые вы можете поселиться, да, на льготных условиях. То есть, там прописано название гостиницы, там разные, скажем так, коды при поселении в разной гостинице. Поэтому те, кто будет пользоваться, есть гостиницы, в которых дата ограничения есть до действия данной скидки, есть те, которые чуть ли не до последнего дня будут представлять вам возможность поселиться дешевле, чем это есть, если вы просто приедете в гостиницу и будете селиться. Второй важный момент, наверное, на который стоит обратить внимание, это все-таки интервью Анатолия Даровича Юниска, который нам был продемонстрирован там в пятницу, кто-то смотрел в субботу, кто-то смотрел это интервью. Сегодня, да, те, кто не успели посмотреть во время выходных. Ну и очень важный момент, вот буквально перед самым вебинаром появилась новость. Те, кто приедет на территорию проведения экофестиваля в Марину Горку, у них будет возможность покататься, осуществить проезд транспорта Skyway. То есть, здесь не будет сейчас ограничений, там, две тысячи человек, две с половиной тысячи человек, да, то есть, там, те, кто выиграет билеты, те, кому там они будут распределены. Все, кто купит билеты для участия в экофестивале, все смогут быть, осуществить проезд в транспорте Skyway на территории экофестиваля. Вот это, скажем так, из свежих новостей, наверное, то, что хотелось сказать. Теперь, друзья, ваши вопросы, да? Вопросы, которые вы можете задать сейчас в чате вебинара здесь, в Мирополисе. Игорь, вы правильно говорите, что Юницкий говорил, что сначала нужно продемонстрировать железо и так далее. Но тот же тропический Юникар, он для чего создан? Для того, чтобы его показать в железе. И он уже был обкатан на территорию Эко-Технопарка и уже направляется на территорию Минных Арабских Эмиратов. Поэтому я не знаю, что вы искали в моей речи, да, то есть где я там ошибся или нет, но вот это транспортное средство уже направляется в УАЭ. Вот таким вот образом. Сколько километров построено на территории Минных Арабских Эмиратов? Если вы внимательно следите за нашим проектом, я понимаю, что вы периодически задаете такие вопросы на разных вебинарах. Первая трасса, которая строится на территории СВИК, да, Skyway Innovation Center в Шарджи, она будет 400 метров. Поэтому про километры говорить, наверное, ну вот я сказал про 400 метров, когда вы меня спрашиваете, сколько километров построено. Ну, хотелось бы понять, для чего вы задаете вопросы. Чтобы их просто задать, да, и потратить все это время. Либо вы хотите получить ответ на важный вопрос. Так, друзья, может в комнате для вебинаров есть какие-то вопросы? Так, секунду. У нас приветствуют из РАНа. Мы вас тоже приветствуем. Спасибо. Насколько я могу сказать, что возможно у нас в Иране есть инвесторы, да, но четко сказать, что там работает какая-то структура, не могу утверждать. Если вы из Ирана и вам понравилась информация, вы готовы развивать ту же партнерскую структуру и так далее, ну попробуйте. Я знаю, что компания постарается вас поддержать. Как попасть в компанию Skyway работать? Вот не совсем понял вопрос. То есть стать партнером – это одно. Или стать, скажем так, сотрудником компании – это немножко другие вещи. По поводу подэтапов. Меня спрашивают, будут ли подэтапы на 14-15 этапе. Я вам не могу сказать, как было заявлено руководством нашей компании подэтапы, на подэтапы, которые разбиты, 13-й этап, это была договоренность в первую очередь с арабскими партнерами. Хотя многие из вас помнят, да, что у нас уже был один из этапов, я вот сейчас на вскидку не скажу, 4-й, 5-й или 6-й, да, где у нас уже были подэтапы. Про ИСО что можете сказать? Нами получен сертификат ИСО 9001. Соответствие, скажем так, менеджмента предприятия данному сертификату. Вот. Вообще ИСО их очень много, да, есть ИСО по экологии, есть ИСО там еще почему-то. То есть систем сертификации достаточно много. Точнее, как это правильно сказать, да, стандартов много, да, вот. По разным стандартам сертифицируются разные направления технологий. Есть, например, технологии FDA, да, то есть по которой в Америке сертифицируются, например, пищевые продукты, лекарственные средства. Но так как мы не относимся к этой категории, у нас этого сертификата быть не нужно. Вы знаете, вот люди задают вопрос, как будет организован проезд Москва-Минск. По-разному, то есть кто-то покупает билеты сам, кто-то, скажем так, созванивается с партнерами. Я знаю, что бывали случаи, что люди ехали на автобусах и не только из Москвы, с Прибалтики, с Твери я знаю, вот Наталья Лебедева организовывала, да. Люди, которые в Твери находятся, они ехали оттуда. Поэтому ищите партнеров, которые находятся здесь, и формируйте команды, принимайте решение. Надо ли вам заказывать автобус, дешевле это вам будет, удобнее ли вам это будет, да. Потому что я знаю, есть такие люди, которые с удовольствием бы сели в поезд, ночь поспали, вышли, там, доехали на метро до станции Первомайска, и там будут организовать трансферы в сторону Экотехнопарка. Не все любят сидя ехать, например, в автобусе на протяжении ночи. Я там этим занимаюсь периодически, я к этому привык, но есть огромное количество людей, которые это сделают не могут. Поэтому как будете добираться от Москвы до Минска, каждый решает сам, либо организовывается группа. Продолжение следует...